Здравствуйте, дорогие ребята! Я учитель начальных классов города Ахтау, школы номер 16 Мангестауской области Иралиева Зукра-Жумабайна. Сегодняшняя тема нашего урока – порядок действий в выражениях. Сегодня на уроке вы научитесь находить значения выражения со скобками и без скобок, содержащих два-три арифметических действия и определять порядок действий. Развенел уже звонок, начинается урок, а теперь все повернитесь и друг другу улыбнитесь. Улыбнитесь мне, друзьям, и садитесь по местам. В выражениях без скобок сначала выполняются умножения и деления, а после этого остальные действия по порядку, как вы видите на картинке. В выражениях со скобками сначала выполняются все действия в скобках, а потом действия умножения и деления, и только после этого остальные действия по порядку. Давайте, дети, выполним задание номер один. Правильно, ребята, в последнем примере мы нашли в ответе цифру 3. Она лишняя, так как в остальных примерах объединяет все картинки цифра 2 в ответе. Следующее задание. Определи порядок действия в выражениях. Прочитай и найди значение в выражении. Давайте, ребята, проверим, правильно ли вы определили порядок действий в выражениях. Молодцы! Ребята, вы справились с этим заданием. Вы, наверное, устали? Давайте немножко отдохнем. Умножали, умножали. Очень-очень мы устали. А теперь все дружно встали. Ручками похлопали. Ножками потопали. Сядем. Глубоко вздохнем. И опять считать начнем. Следующее задание. Это задача. Но перед тем, как решить задачу, вспомним, из каких частей состоит задача. Правильно, задача состоит из условий вопроса, решения и ответа. Теперь прочитайте эту задачу, составьте выражение к этой задаче и решите его. Давайте вместе прочитаем. Маленькая бутылка воды стоит 35 тенге, большая 65 тенге. А пакет сока на 100 тенге дороже, чем большая и маленькая бутылка вместе. Сколько стоит пакет сока. Теперь, ребята, проверим. Молодцы, ребята. И с этим заданием вы тоже справились. Надеюсь, вам сегодняшний урок понравился. Какую цель поставили на уроке? Какой же порядок действий выражения со скобками? Оцените свою работу на уроке с помощью смайликов. Продолжение следует.